У нас немножко времени осталось, если позвольте, я у шейха тоже разрешение спросил, он не против, вроде бы сказал. Мы тоже начинали с братьями читать книгу Манаги Джадида, книгу по Мангаджу, которые вопросы, которые собрал шейха Джамаль Фурейхан, вопросы по Мангаджу, шейх Фаузану были заданы, и по милости всего, на сегодняшний день мы 56 вопросов записали, и, иншалатали, может быть, после каждого урока по одному-по одному вопросу немножко будем записывать. Хорошо, иншалат, баракаллауфикум. Альхамдуллаху, ассалату, ассаляму, аля Расулллахи, аля Алихи, ассахбе, ассаляму, баракаллауфикум. 57 вопрос, который задали шейх Фаузану. Является ли предостережение от всяких противоречащих истине заблудших Мангаджей, и от тех, кто призывает к этим заблудшим Мангаджам? Ей считается ли это внесением расколом среди мусульман и тем, что мы раскалываем их ряды? Допустим, какой-то человек не призывает к сумме, не призывает к таухиду, призывает к своей секте и так далее. Мы начинаем предостерегать от его Мангаджи, начинаем предостерегать от него, а саму является ли тем, что мы вносим раскол? Шейх говорит, Предостерегать от заблудших Мангаджей, то есть от тех Мангаджей, которые противоречат Мангаджу праведных предшественников, считается, наоборот, объединение мусульман. Ля тафрекан ли суфуфи им, а не расколом их рядов. Ляна ляти юфарреку суфуфа ли мусульмин, голь Мангаджу, аль Мангаджу, аль Мангаджи саллиф. Потому что то, что действительно вносит раскол в ряды мусульман, это те Мангаджи, которые противоречат Мангаджам праведных предшественников. Шейх Джамаль Бараклауфикум сделал сноску по поводу слов шейх Фаузана. Поистине сунна, и установление сунны, и призыв к сунной никогда не было, и никогда не будет тем, что вносит раскол в ряды мусульман. Никогда такого не будет. И точно так же, никогда предостережение от новшеств, от страстей и от тех, кто практикует эти новшества и страсти, айдан, тафрекан ли суфуфи им, никогда не будет внесением раскола в ряды мусульман. Все наоборот, это является тем, что объединяет ряды мусульман и их слова. И доводом тому является то, что пророк Саусам предостерегал своих сподвижников и этом обращение ко всей общине. Мало этого, если мы будем умалчивать о новшествах, о страстях и о тех, кто практикует эти новшества и страсти, И если мы не будем говорить о тех заблудших мангаджах, которые противоречат мангаджу праведных предшественников, Бедава, под лозунгом, не делайте рыбу про ученых, то есть под учеными, имея в виду кого? Тех, кто призывает к этим всяким заблудшим мангаджам. Или же кто-то будет говорить, мясо ученых является ядовитым, не говорите про этих ученых. То есть исчисла ихуану мусульман, джамаата, таблига, суруритов и так далее и тому подобное. Или же в другой раз, под лозунгом, не сейте раскол среди мусульман. Давайте объединимся вместе против нашего заклятого врага, то есть неверующих иудеев и так далее. Некоторые такие наивные слова говорят, которые мы часто слышим. Вы опровергаете ваших братьев И при этом оставляете неверующих мунафиков и безбожников И подобные выражения. Все эти слова, слова истины Которые на самом деле подразумевают под собой ложь. Наоборот, подобные вещи, то есть запрет пересекать от заблуждений, является тем, что приводит к расколу мусульман. Их рядов, их единого слова. Хоть на самом деле эти люди и есть наши заклятые враги. Потому что внутренний враг намного страшнее и опаснее, чем враг внешне. То есть, когда человек неверующий христианин, Или же, скажем, например, какой-то вот безбожник, буддист и так далее и тому подобное, Ты понимаешь, что он не мусульманин, правильно? Он не мусульманин и все. И тебя это не напрягает. Он для тебя явен, правильно? Он для тебя ясен. Как себе строить с ним отношения, тебе ясно, понятно и так далее и тому подобное. Но когда кто-то приходит в твои маски, То есть маски мусульманина и так далее и тому подобное, И строить козни против тебя, Вот этот человек является опасным. То, что опровержение заблудшим людям является одной из основ ислама, То есть у ученых разные бывают, Барак Луфикум, силы или мощи. Каждый выполняет то, что может соответствовать со своей мощью. Поэтому они как будто стоят на границах, на пограничных постах, И каждый защищает эти границы, границы ислама от врага. Какой-то ученый опровергает атеиста. Другой ученый опровергает того, кто попал в маленькое новшество. Третий опровергает того, кто совершает какое-то нечестье. Четвертый опровергает того, кто отклонился к своему мнению. Если мы будем молчать о тех, кто противоречит истине, И не будем поддерживать тех, кто старается исправить положение, То это навредит как религии, так и мирским вопросам. Во-первых, агли сунна начнут опускаться в своей степени. Приверсия новшеств и страстей возвеличатся над приверсиями сунны. Распространятся сомнения. Потом эти сомнительные вещи перемешаются с истинными убеждениями. Мы как бы сдвинем агиду после того, как она твердо и крепко стояла на своем месте, Сдвинем ее с места. И станем слабыми правильные убеждениями. Появятся люди, которые будут призывать к лжи в мечетях или же на мебарах. У человека пропадет вот эта вот преграда, которая существует между сунной и беда. То есть у человека, когда сунна, он человек на сунне, он, знаете, как будто остерегает себя от агли беда. А если же ученый будет молчать, он потом начнет с ними мешаться, начнет с ними общаться и так далее. И тому подобное. У аль-Ма'руф, у аль-Мукар точно так же пропадет вот эта вот преграда между тем, что является порицаемым и тем, что является одобряемым. Людям покажется потом ложь сладкой. Пропадет ревность за то, что является запретным в религии. И очень тяжело будет исправлять ученым общей массы людей. И они начнут бояться. И они начнут бояться их наставления. Наса Бекарати, Газакитапши, говорит, я очень советую прочитать эту книгу. Радду аль-Мухалиф минус улесам шейха Бакра Абузейда. Также шейх говорит. Радду аль-Мухалиф минус улесам шейха Бакра Абузейд. Это является фардель кифае. То есть, если часть общины выполняет, с других эта обязанность падает. Я не рад аль-Мухалиф, то есть опровержение заблудшего. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что некоторые братья думают, барак луфиком, допустим, вот все вы в будущем из-за дозволения, Аллаху спонтану, станете ученым. Если появился какой-то заблудший, это не значит, что вы все вместе должны прямо ему опровержение записать и так далее. Нет, один-двое ответят. Этого достаточно. Не надо всех этим обязывать. То есть, в этом воплощение того, что требует от нас шариат. То есть, которые будут уже светиться или блестеть в жизни мусульманной. То есть, то, что люди будут сторониться от того, в чем есть вред. То есть, люди будут молчать, то будет вред. Если молчать не будет, то вреда не будет. Если люди не будут молчать, то будет распространяться сунна. И оживление того, что было, как говорится, заржавело из сунны, если можно так выразиться. Точно так же, как призыв к сунне делается путем практики этой сунны. Таким же образом сунна оживляется путем опровержения всему тому, что является врагом для этой сунны. Искреннее отношение тому, кто противоречит. И очищать нашу площадь, площадь призыва от несчастных. То есть, рассказывая о их сущности. Говорить о том, в чем они противоречат. Сукупы. 3-10-1. Иисус. Говорит о том, что вы хотите. Сукупы. 2-1. 3-4. 7-1. 6-1. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-1. 1-1. Субтитры создавал DimaTorzok